Друзья, всем привет! С вами опять Руслан, а значит сегодня мы снова поговорим о патронах. И сегодня я вам хочу рассказать про такой вот маленький патрончик 22TCM в метрических обозначениях 5,6 на 26 миллиметров. Этот патрон интересен в первую очередь страной происхождения. Он произведен не где-то в Европе, не в Штатах, не у нас. Этот патрон филиппинского производства и, соответственно, филиппинской разработки. И разрабатывался он компанией Армскор, известным производителем патронов и оружия. История этого патрона началась где-то в начале 2010-х годов, когда хозяин и генеральный директор компании Армскор Мартин Туассон якобы, опять же по легенде, посетил американскую военную базу на Филиппинах и стрельбище этой базы увидел там просто горы-горы стрелянных гильз от 223-го калибра. И, будучи рачительным очень человеком, видимо, он решил как-то все эти гильзы приспособить к делу. И подумал о разработке нового патрона. Для разработки патрона он привлек известного американского оружейника Фреда Крейга. И вместе с ним они разработали новый патрон на базе обжатой гильзы 223-го калибра под пулю 5,6 миллиметра. Фред Крейг, насколько я понимаю, был здесь привлечен не случайно, потому что у него уже был разработан так называемый Wildcat патрон 22 Micro Magnum, который не получил широкого распространения, но, в принципе, был разработан. И, соответственно, вот этот 22 TCM был, грубо говоря, основан на наработках по тому патрону. Почему TCM? Ну, 22 понятно, здесь калибр 0,22, то есть 5,6 миллиметров, а TCM это первые буквы его создателя, то есть Tuasone, Craig и M Micro Magnum. То есть Micro Magnum, Tuasone и Craig. Впечатляющие характеристики этого патрона, в первую очередь, касаются скорости. То есть патрон получился очень высокоскоростной. Он снаряжался пулей весом 2,6 грамма. К сожалению, я пулю здесь достать не могу, потому что очень, в общем, она очень легкая и очень так туго посажена. Масса пуль, как я говорю, 2,6 грамма. Скорость из пистолетов 640 метров в секунду и из винтовок длинноствольных до 800 метров в секунду. И, соответственно, дульная энергия получается из пистолетов порядка 500 джоулей, ну, для сравнения у ПМа 300 джоулей. И из винтовок до 1000 джоулей, ну, для сравнения у мелкаши где-то 160 джоулей. Значит, для чего изначально этот патрон разрабатывался? Компания Armscore известна производством аналогов кольтов 1911 американских. Вот, известны они тем, что по довольно небольшой цене они предлагают неплохое качество. И, в первую очередь, этот патрон был разработан для того, чтобы его можно было использовать в пистолете модели кольт 1911. И вот давайте мы сразу сравним. Вот у меня есть патрон 45 ACP, родной кольтовский боеприпас. И, соответственно, эти патроны сделаны одной длины, чтобы использовать похожие магазины. Но сразу можно сказать, что поскольку этот патрон сильно больше, этот сильно меньше, грубо говоря, таких патронов в кольт они умудрились напихать 18 штук. Это был, конечно, не совсем тот магазин. Это использовался другой магазин и даже дорабатывалось, увеличивалось немного в обхвате рукоятка пистолета. Но, тем не менее, 18 таких патронов в кольт напихать они умудрились. Также Armscore производят винтовки, мелкашки, ну, типа мелкашек под этот патрон, из которых как раз вот скорость, как говорил, достигает каких-то уже практически скоростей, сравнимых с полноценными, полноразмерными винтовками. Чуть позже, в 2014 году этот патрон был, скажем так, был создан его брат-близнец. Патрон 22 TCM 9R, то есть это был патрон немного уменьшенный для того, чтобы его можно было использовать в оружии под патрон 9 мм. Опять же, да, вот здесь вы можете увидеть, да, что левый патрон чуть-чуть длиннее. Поэтому он не полезет в магазин. Изменили они его использованием другой пули, то есть гильза осталась практически без изменений, пуля утапливалась чуть глубже или имела немного другую форму. Вот, собственно, это, ну, картинку вот вы сейчас можете видеть. Это позволило сделать филиппинцам некий такой комплект для модернизации пистолетов ГЛОК. То есть, по сути, в ГЛОКе надо было заменить только возвратную пружину и ствол. Больше ничего менять не надо было и, соответственно, этот пистолет ГЛОК мог бы стрелять вот этим вот новым калибром. Какие у него, да, основные плюсы? Это его большая скорость и, соответственно, большая настильность по траектории. Но минусы, конечно, у него тоже есть. В первую очередь, это очень громкий звук выстрела и очень большая дульная вспышка, да, как американцы ее называют фаербол. Кучность у этого патрона тоже не ахти, то есть, говоришь, она такая как бы довольно-таки посредственная. Вот, и из-за такой микропули получается очень никакое останавливающее действие. Вот, для охоты, в принципе, этот патрон тоже имеет спорное применение, да, потому что очень большая скорость пули может как бы рвать мясо. При попадании в кость пуля может разлетаться на куски. В общем, нишу этому патрону пока не нашли, да, возможно, он был бы интересен для именно какого-то военного использования, но тогда здесь нужна уже будет бронебойная пуля, которую пока никто еще не показал. Ну, насколько я понимаю, на военный сектор эти патроны и не пытались пропихивать. На мой взгляд, это довольно все равно интересный патрон, пострелушечный. Возможно, даже для охоты на какую-то мелкую дичь, которую есть, не собираетесь, его можно было бы использовать. Вообще, по мне, этот патрон был бы, наверное, идеален в какой-то самозарядной мелкашке, и скорости бы были неплохие при выстреле, и отдача небольшая, да, опять же, в отличие от пистолета. И знаете, что самое интересное, да, что этот патрон имеет ненулевую вероятность, да, появления на российском рынке. Объясню почему. Потому что оружие патроны компании Армскор филиппинской у нас продаются. По крайней мере, я видел их мелкашки, и я видел их патроны кольцевого воспламенения, и, по-моему, еще два-два-три их патроны тоже к нам завозили. То есть, в принципе, дорожка налажена, и продукция этой компании к нам на рынок иногда попадает. Честно скажу, что их мелкашки на витрине выглядят довольно-таки стрёмно. Какие-то они такие... Даже через стекло видно, что сделаны как-то коряво, голодными, видимо, филиппинскими детьми на бетонном полу. Но, с другой стороны, и цена у них относительно небольшая. То есть, там что-то в районе 20 тысяч висели в моем магазине. Как они стреляют, я, если честно, не знаю. Но, тем не менее, если вдруг они завезли бы к нам мелкашки под такой вот патрон и патроны к нему, это бы, наверное, было бы довольно-таки интересно и, возможно, нашло бы даже своих покупателей. Вот. Ну, а пока этот патрон остается в таком... В нише развлекательных патронов, да. Но, по мне, все равно имеет право на существование. Небольшое сегодня было видео. На сегодня все. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok